В Южно-Казахстанской области растет число предпринимателей, которые открывают или расширяют свой бизнес за счет микрокредитования. Поддержку оказывают не только сельчанам, но и жителям городов. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» в густонаселенном регионе будет выделена помощь в размере 5 и 7 миллиардов тенге. С этого года предусмотрено расширение микрокредитования. Подробнее об этом Катерина Попкова. Откармливать быков Улукбек Ирцалиев начал после того, как оставил профессию парикмахера. Мужчина всерьез решил заняться животноводством. Вспоминая денег, тогда хватало лишь на покупку нескольких голов скота, но хотелось больше. За помощью обратился в микрофинансовую организацию. Сначала я сходил за советом, спросил все, что меня интересовало, а потом решил взять кредит. 5 миллионов на покупку 34 бычков. Я откармливаю их. Заключил договор с убойным цехом. Прибыль уже идет. Я ничего не проиграл, но нужно все рассчитать грамотно. Теперь ферму Улукбека знают все в округе. Экологически чистое мясо мужчина реализует на местном рынке. Говорит, заем получится погасить даже раньше графика, а дальше вновь расширяться. Микрокредиты выдают не только на развитие животноводства. Кредиты выдаются по двум направлениям. Одно из них – программа «Дорожная карта бизнеса». Она рассчитана на безработных. С этого года сумма кредита выросла до 18 миллионов тенге. Увеличился и срок возврата до 7 лет под 6%. Люди берут на развитие сельского хозяйства социальные сферы, кто хочет открыть детский сад. Есть проекты по пчеловодству, теплице, птицеводству. Воспользоваться господдержкой могут не только жители сельской местности, но и города, рассказывают специалисты. Сагат Тугельбаев с недавних пор руководит производственным кооперативом в Шымкенте. Небольшому объединению не хватало денег на весенние полевые работы. Взяли микрокредит. А теперь пришла пора собирать долгожданный урожай. Без этих средств, конечно, тяжело. Начинающим с производственным кооперативом у нас пока никакого своей резерва нет. Но ничего, в этом году помогли, следующий год поможет. Вот так потихоньку-потихоньку мы нарастаем свои пассивные гектары. В микрофинансовой организации рассказывают, что не все проекты такие радужные. 7% от выделенных кредитов оказываются проблемными. Урожай пропал, цена на мясо снизилась, скот заболел. При возникновении трудностей срок возврата могут отодвинуть.